друзья вас приветствую на канале веселый инженер меня зовут андрей в сегодняшнем выпуске мы продолжим это вторая часть технического как я называю сериала про разборку редуктора да то есть мы поэтапно рассмотрим каждую из деталей редуктора вот такого конического и потом финальном видео я расскажу как это все собирается как это все регулируется и как это все работает так сказать в жизни но кто-то узнает про этот узел какие-то тонкости и так далее прошлом видео мы разбирали вот эту вот ведомую шестерню коническую да и в сегодняшнем видео мы с вами будем разбирать вот этот вот вал то есть как вал изготавливается но какие-то может быть скажу вещи которые кто-то и не знает а может быть и все будут все знать но все-таки подробное изготовление что-то из жизни я обязательно вам расскажу поэтому ставьте лайк а сразу делитесь другом потому что он тоже хочет посмотреть технический сериал и мы начинаем и так вот такой вот вал редуктора да к нам попал на разбор и сейчас мы будем его так сказать разбирать как я всегда говорю на косточке этот чертеж как обычно по классике мы начнем естественном чего-то правильно с основной надписи по примеру предыдущего видео там было шестерню насколько я помню там даже не было материала да здесь сталь 45 гост 1050 88 года достаточно стандартная сталь для изготовления валов конечно есть более такие стали к примеру 20 х n3 а да такая ну вот раз самая ведущая сталь по производству валов именно редуктора либо 20 х 2 n4 а то есть это все из одного так сказать в одного поле ягоды но все-таки эти стали достаточно хороши и хорошо себя зарекомендовали они конечно дороже чем сталь 45 но тут уже решать только вам и так посмотрели здесь у нас только стали здесь все нормально масштаб один к одному дальше дальше мы переходим к техническим условиям твердость 210 240 кроме места указанного особо то есть это грубо говоря это нормализация размер обеспечения инструмента так не указанная радиуса два с половиной макс общие допуски о гост ну в принципе ничего тоже здесь не информативно да то есть видно сразу что делает студент когда читаешь техническое условие почему видно что студент потому что ну информация никакой вот написаны четыре пункта да то есть какие-то радиусы там какая-то такая лабуда в принципе этого можно вообще не писать и было бы тоже все великолепно но все же есть и есть это потому что студентов заставляют писать вот тоже оде ваши технические условия спрашивает преподаватели всего и он не знает что ответить вот они и передирают как говорят друг у друга и так давайте начнем обычно валы да это либо штамповка какая-то дать и попаковки либо это кусочек проката в данном случае можно брать прокат потому что как вообще определить вот давайте такой разберем вопрос какую заготовку выбирать например вот прокада и будет выглядеть вот так пусть это будет кусок металла до какой-то отрезанный да то есть кругляш кругляш его отрезали определенной длине то есть у нас здесь 318 примеру там чтоб но припуск был под мех обработку там сделали 320 325 ну не принципиально и вот многие опять же спрашивают вопрос такой как выбирать заготовку именно для вала из чего исходить смотрите если перепады диаметров достаточно большие да то есть ну какой-то градации такой конкретной нету но вы должны исходить из здравого смысла но смотрите мы берем самый большой диаметр немножко больше самый большой диаметр допустим это диаметра 63 и самый маленький 48 то есть получается что у нас грубо говоря так это 15 миллиметров разница 7 миллиметров на сторону то есть даже самым малым диаметром да то есть перепад достаточно небольшой почему я акцентирую внимание именно на этих перепадах потому что у нас примеру да вы видите здесь какой припуск будет здесь миллиметров 5 да а здесь уже видите уже все 10 а если мы исходим из перепада диаметров то все 15 миллиметров ну то есть достаточно много надо срезать а если бы у вас был этот диаметр к примеру вот такой вот да то вам и прокат ваш кусок проката надо было брать вот такой и представьте сколько бы надо было вам то есть здесь бы было бы у вас как и предыдущем варианте 5 миллиметров да здесь представьте сколько у вас было бы точить то есть уже прокат или как называют его болванец было бы недопустимо применять ну в принципе опять же если у вас есть вот такой вариант где перепады небольшие можно брать кругляш обычно до отрезаны либо если у вас действительно очень большой выпуска изделий то можно использовать упаковку ну или как говорится штамповку до какую-то штампованную заготовку выбирать уже вам естественно упаковка изготавливается уже более приближе надо к размерам но здесь принципе перепады небольшие то есть большой разницы в механической обработке не будет поэтому в принципе в принципе решать уже вам это будет примерно одинаково по цене и так дальше начинаем обработку есть у вас паковка к примеру да что мы делаем нам нужно установить ее естественно деталь в центра все валы принес начало не в центра центров нет все валы которые мы делаем я всегда говорю что они обрабатываются от центров и там но это тоже не оптимально это наверное уже по-другому просто нет смысла обрабатывать берете ставите в призмы до 2 призмы ставить этот вал сверху зажим есть то есть вы зафиксировали его валик он у вас неподвижны и вот эти поверхности обрабатывается сначала фрезами проходите и потом изготавливается вот эти центровочные отверстия то есть это могут быть какие-то ци порцевые фрезы на 2 2 фрезы если это фрезерно-центровальный станок а за ними идут центровки которые собственно говоря засверливают вот эти вот отверстия изготовили теперь центра у нас есть набрали мы размер 318 за счет операции фрезерно-центровальные дальше мы переходим непосредственно уже к точению переходим к точению для этого мы ставим в центра в один центр во второй центр да то есть вы зафиксировали деталь и здесь ставите поводок весь это ведущий это патрон будет поводок и поехала ваша обработка то есть вы начинаете точить тут на самом деле все достаточно просто вы протачиваете по всему контуру вашего вала сейчас многие скажут вы же сначала проверяйте самой точной поверхности конечно мы проверяем и мы сейчас немножко по другому поступим мы проверим сначала я покажу как токарная операция делается и потом немного мы и на этом остановимся и так проточили дальше вам необходимо просто этот вал перевернуть поставить этот поводок уже вот с этой стороны и закончить точение вот этих поверхностей а теперь давайте вернемся все-таки к техническим вопросам то есть посмотрим какие поверхности у нас наиболее важные точные да и как происходит распределение припусков и если вообще ошибки в назначении допуска формы расположения так давайте красным обозначим допуске формы расположения так у нас здесь соосность да у нас здесь цилиндричность что у нас еще здесь есть параллельно симметричность это на пазы все ставят почему-то эти параметры да но они такие одну так сказать особо и перпендикулярность 25 микрон так есть сейчас но обычно вот и такие вот допуски формы расположения указываются для самых ответственных поверхностей то есть если они есть то это уже сразу говорит что поверхность какая-то более так сказать менее ответственная поэтому в принципе обязательно обращайте внимание сразу на эти вот допуски формы расположения этого спасет от большинства ошибок при разработке технологических процессов так давайте дальше шероховатость ра 08 так 0 4 1 6 1 6 так что еще раз 1 на 6 1 на 6 1 на 6 в принципе это можно чистовое точение может получиться но рекомендовал бы все таки закладывать шлифовку чтобы уже наверняка 0 8 0 8 так получили так что у нас еще здесь есть 1 на 6 видите шпоночные пазы 1 и 6 все заложили я бы здесь допустим сделал бы два с половиной поэтому в принципе это можно считать даже ошибкой то есть если бы я был преподавателем я бы посчитал это ошибкой потому что зачем в шпоночном базе такая точность на 16 более по девятой степени точности пас а шероховатость 16 по седьмой да хорошо как вы видите у нас есть ряд поверхностей на которые мы должны обратить особенное внимание что касается точных размеров мы их обозначим синим до к 648 аж 74 отверстия 7h учета непонятно как я читаю про какие четыре отверстия идет речь как они расположены непонятно но тоже можно считать ошибкой я здесь добавил еще какой-то вид потому что ну может быть равномерно расположены по всей окружности но конечно есть вопросы в 12 7 аж уже непонятно почему такой заложен такая точность 6 6 ну то есть валик как увидите если так вот абстрагироваться от всех этих вопросов до достаточно точно есть есть ряд допусков формы расположения есть точная шероховатость и соответственно точные поверхности по размерам поэтому что мы делаем если у вас есть размер это однозначная шлифовка то есть вот эти вот размеры по шестой степени точности и по седьмой степени точности вы оставляете изначально по ну будем говорить три четыре десятых миллиметра для дальнейшего шлифования также оставляете вот здесь видите тоже интересно сделано до 10 степень точности но при этом надо полировать с точностью 4 микрона мой 0 4 микрона то есть непонятно да то есть вроде бы точная поверхность должна быть заполирована но она почему-то не точная далеко вообще из-под топора по 10 степени точности скорее всего тоже просто ошибка везде где шероховатости нужно будет шлифовать независимо от какие размеры поэтому оставляете сразу смело три четыре десятки это минимум зависимости как будто робить ваш вал после термообработки все хорошо мы определились со всеми техническими вопросами так вот вал уже у нас проточены как мы уже знаем да дальше ну что мы сделаем сделаем наверное сделаем вот эти вот пазы для этого для этого опять же как и при фрезерно-центровальной операции ставим упоры но эти упоры будут конечно с той стороны до внизу там вот какие-то призмы и зажим будет сверху вот так будет это выглядеть вот этого не надо то есть они внизу на зажим сверху но если вот так вот расположен вал и уже берем фрезу обычную и по управляющей программе скорее всего это будет фрезерно станок щипову а другого на сегодняшний день уже наверное и не дано фрезеруем вот этот паз и вот этот паз все делаем за одну установку и все у вас получается великолепно изготовили дальше нам осталось всего лишь по этому валу что сделать эти четыре отверстия просверлить это можно сделать на различном оборудовании том же центре щипову то есть аван ставится так вертикально ставить вертикальному что шпиндель у вас вверху станка здесь призма здесь внизу призма и здесь зажим то есть это классика не стареющие вы поставили и вы делаете одно отверстие второе отверстие и по кругу все четыре отверстия вы изготавливаете все деталь отправляется на улучшение проходит улучшение в огне нормализация здесь ему скорее всего тут на улучшение 210 240 156 229 по моему идет нормализация ну здесь что-то такое типа среднее но скорее всего здесь улучшение улучшили хорошо получается вашу детальку назад и дальше вам необходимо полностью перешлифовать но если у вас есть но если вы делаете просто курсовой проекту я рекомендую вам прописать здесь твердое твердое точение как это будет выглядеть то есть я всем это рекомендую делать центр центр и что очень важно здесь поводком будет выступать фрикционный круг то есть это фрикционный круг который от упора вторец начинает вращать вашу деталь и соответственно здесь есть уникальная я считаю возможность проточить все поверхности за одну установку вы делаете все поверхности за одну установку такие станки существуют можете их посмотреть эти станочки есть вы протачиваете все поверхности на твердом точении за одну установку это получается быстро точно и в принципе сохранением всех баз и поэтому у вас получается великолепно выдержать все вот эти вот допуски формы расположения все вот эти вот перпендикулярности потому что турчики вы проходите опять же вот я сразу говорю есть ошибки почему потому что смотрите задана перпендикулярность двух торцев да если мы посмотрим увеличим эту область да это будет выглядеть примерно так вот здесь вот прорисуем вот идет наша поверхность вала так вот она идет и вот ваш торец здесь да ну вот он торчек но обратите внимание что здесь радиус он так вот идиот вот ваш творчество здесь вот радиус и пошло дальше и вы хотите шлифануть или проточить а с какой точки начинать точить выводить этот радиус тогда то что вы будете ставить какую-то 1 упор сюда детали а это явно будет в дальнейшем вы этого видите то конечно здесь она будет садиться скорее вот о сюда и опираться вот в этот радиус да то есть деталька будет вашего так садится и будет зазор на будет упираться вот она дошла до сюда упёрлась в этот вот радиус и вот здесь у вас образовался зазорчик нужд она ровно не сядет, либо она его сомнет этот радиус и сядет непонятно как куски металла, которые сняла деталь в общем, так не делается должна быть здесь канавка обязательно должна быть здесь канавка, во-первых, для выхода инструмента, чтобы сделать идеальную поверхность, то есть если будет канавка, то будет выглядеть вот так, то есть будет идти канавка вот пошел этот диаметр, то есть вот он идет вот ваш турец и вот ваш режущий инструмент идет, коснулся и пошел отсюда точить, и у вас перпендикулярность полностью соответствует всем заявленным требованиям и вы сможете при этом хорошо собрать ваш весь механизм проточили и осталось вам отполировать тоже все просто, ставите в центра один центр, второй поводковый патрон и подводите полировальный круг под полировку спрашивали, сколько должен быть припуск, но под полировку там буквально соточка, если ее снимется, то это хорошо, обычно там где-то 6-8 микрон можно не учитывать вообще в какой-то размерной цепи, да, припусков этот припуск в одну сотку или даже 6 микрон вот так вот у вас получается полностью готовый вал редуктора не забываем, что это вторая часть технического нашего сериала все видео будут в описании все ссылки на предыдущую часть части на будущие части которые потом появятся поэтому не пропусти подписывайся на канал и всем добра пока-пока